здравствуйте уважаемые зрители и подписчики моего канала меня зовут павел савершенко и вы мои на моем канале и это дневник бега на марафон вчера был первый мой день сегодня день номер два я снимал отзыв о моих ощущениях но после этого еще забыл кое-что сказать что после того как я остановился какое-то время прошел у меня сильно сильно заболели ноги но в основном икроножные мышцы задние потому что это все-таки вот бег с носка да он дает о себе знать еще заметил такую штуку когда я бежал на носках вчера я бежал практически все время на носках и очень сильно заболели ноги потом я во второй раз когда вторые два стола на километра бежал я получается периодически переходил на ну на обычный бег с пятки на носок хотя все равно ноги заболели в конце тогда игроножные мышцы а сегодня второй день второй день значит так утром я сегодня стал сильной сильной болью в ногах в основном в этих икроножных мышцах да имейте ввиду что когда вы начинаете бегать вот этот правильно естественный бег да с носка у вас будут сто процентов даже если мне кажется вы бегали болеть икроножные мышцы сильно и мне вообще жутко не хотелось сегодня я сегодня дольше спал чем обычно и вот из-за этой боли вообще так не хотелось вставать потому что реально просто даже пошевелить нельзя было ну что сделать да это приятная боль на самом деле ты понимаешь что эта боль развивает твои ноги развивает твои мышцы и придет тебя с целей улучшить твое здоровье избавить тебя каких-то заболеваний я все таки встал и пошел на сегодня детей проводил в школу вот но сегодня было очень холодно сегодня кстати было бы минус 8 сегодня первый день на урале когда такой большой минус вчера было минус 45 сегодня минус 8 было это уже но более-менее серьезно вот и детям заказали такси и обычно если здесь заказывать такси тут звонишь и просто сразу же приезжает машина и забирает а здесь не мог дозвониться 20 минут и 20 минут ехал мы даже дошли там до лагеря мечта оттуда нас забрали но потом я побежал потом побежал мои ощущения я побежал сегодня по другому маршруту ну в принципе бежал нормально добежал до красивого места мне захотелось остановиться и сфоткаться ну и думал снять видос тоже в общем в итоге я посмотрел я пробежал два с половиной километра хотя вчера два с половиной километра меня болели кроножные мышцы но сегодня я заметил то что я периодически все-таки на пяточку вставал не все время бежал на носках ну периодически очень редко вот но перерыв был где-то 5-7 минут у меня я сделал небольшую разминку и потом когда побежал мне стало так лень бежать просто не представляете просто реально лень какая-то усталость всего я набегался на сегодня ни в коем случае не поддавайтесь этому бегите дальше даже если вы уменьшите немножко бег по скорости до продолжаете бег это вот к раз к вопросу о принятии решения к бегу если вы приняли один разрешение то вы действительно примите мне кажется это не совсем так одно из огромное решение когда вы начали его приняли но каждый день в каждой ситуации вы принимаете решение маленький что нет все таки мне нужно бежать я принял это решение потому что есть цель и их несколько я уже начал бегать нужно идти вперед так что ребята начинающие бегуны и те кто хочет перейти на медитативный бег имейте это ввиду продолжайте бежать на носке по ощущениям значит сегодня у меня икроножные мышцы не болели как вчера то есть один день буквально да то есть пересилить себя на второй день и как спиры вообще нельзя делать нужно каждый день бегать если бы я сделал перерыв один день и второй день побежал то у меня снова бы болели вот они подбаливали но не болели так как вчера подбаливали чуть-чуть так что то есть уже уже ощущается какой-то прогресс и еще последний там 200 300 метров не 400 метров я посмотрел сколько он не бежать 400 метров бежал мне казалось что их так долго бежал так что мне кажется просто ставьте таймер на километраж там да но это просто мнение такое нет посмотрим подсматривать можно попробуйте если вас напрягает а когда вот это вот изнурительно последний метр ты бежишь блин когда же это бегу когда же бегу но в итоге добежал вообще не очень хорошие тоже согрелся вспотел вот более уже в икроножных мышцах не было таких так что дальше будут рассказывать еще много всего интересного пишите комментарии ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока